Какие новые сундуки будут вместо шарпа в магазине? Как выглядят новые скины на персонажей, новый нож, плюс обновление, которое уже доступно в стенд оф 2? Я рейв, а ты ставь лайк по его последней цифре, смотри какой скин ты выиграл! Разработчики уже обновили аватарку на новую в стенд оф 2, на ней изображен Адам из первого трейлера со смоком в руке, что бы это значило? Также мы ожидаем еще пару новых трейлеров по персонажам Салат Цезарь и Виктор. Кстати, вот как примерно они будут выглядеть, это старые модельки, которые уже в игре, их заменят на новые, и мы рассмотрим их подробнее сегодня. Сейчас в стенд офе в магазине огромная такая дрянь, неприятная, разработчики конечно же удалили шарп коллекции, которые кстати сейчас возможно продать. Интересно, сколько ты успел их насобирать и накупить, бро, напиши в комментарии, сколько шарп боксов ты накупил? Я вот успел насобирать коинов ровно на 190 штук, интересно сколько их у тебя? Кстати, вот-вот их количество на рынке преодолеет отметку в миллион штук, и продаются они дороже чем 3 голды, это очень приятно. Новый сезон Ауткаст, новый Бэтл Пасс и много новых предметов, плюс также еще один нож, которого нету в стенд оф 2 на данный момент. Как он будет называться и выглядеть, знают только разработчики. Почему такие выводы? Потому что при каждом крупном обновлении нам в игру добавляют какой-то новый ножик, и это не связано даже с перчатками. В каждом обновлении сезона 6, 5, 4, 3 мы видели минимум по одному ножику, поэтому новый кейс в стенд оф 2 будет содержать в себе минимум 4 новых ножика. Ну а если их там не будет, что очень вряд ли, то новый ножик попадет в Бэтл Пасс, может быть также смешано со старыми ножами в новых скинчиках, либо 6 новых ножей с разными расцветками, там несколько паттернов, несколько обычных. Чтобы каждый игрок, который приобрел Бэтл Пасс, у него была возможность получить себе новый ножик. А допустим этот 5-7 ты сможешь получить прямо сейчас и совершенно бесплатно. Ставь лайк под ролик, пиши комментарий со своим ID и подпишись на канал обязательно с колокольчиком. И уже в следующем ролике ты выиграешь один из этих 4 пестиков, обязательно участвуй. Обновление, которое уже разработчики установили в стенд оф 2, и это не одна аватарка Адама, которая уже в игре. Разрабы подняли количество получаемых XP после каждой катки, и это огромнейшая имба. К примеру, за 36 фрегов я получил 720 XP, и это очень сладко. Вот статистика измененного опыта на всех режимах. Сколько насыпали раньше и сколько дают прямо сейчас? Это большущая и имбовая разница. Во-первых, подняли лимит XP за одну катку. Теперь возможно настрелять аж на целых 3000 опыта, а раньше было на всего лишь 2. Во-вторых, теперь стало очень бодро лутать уровни, за которые нет нормальных наград после сотого левла. Но все равно больше коинов, боксов, и намного быстрее ты получаешь рамочки, которые апаются за уровни. Ну и в-третьих, докачаться до того же авика колд блю-блю-бэ теперь стало в разы легче. Короче, обновление очень маленькое, а уже огромное количество приятных призов. Было очень смешно, когда разработчики добавили дуэли один на один, и потом раза три с нее отнимали получаемый опыт по завершению катки. К примеру, сначала было 320 опыта за победу, потом 280, потом 240, возможно еще меньше, а сейчас навалили опыта на все режимы. Но оно и хорошо, потому что по каткам, в которых я выхожу лидером почти что во всех, занимаю первые места, опыта я поднимал не так уж и много, как хотелось бы. Так это если посмотреть еще на других игроков, которые занимают последние места или где-то в серединке, они вообще ничего не получали. А сейчас ситуацию повернули в их сторону, и это очень хорошо. Ну и голду в стенд-оффе получать стало теперь в разы легче, потому что шарп-коллекция уже на рынке, деревянные можно продавать, несмотря на их большое количество. Но даже если ты их не успел залутать за койны, когда это можно было сделать, не расстраивайся, потому что голда вот-вот. Стой, 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 не перематывай, ты это видел? Встречайте, новый GG Stand-Off 2.0. Соревнуйся за скины с другими игроками в новом режиме игры Баддлый. Обновленный дизайн профиля и удобный вывод скинов с возможностью отмены вывода. GG Stand-Off. Еще круче и удобнее. На GG вовсе бушует настоящая магия. Забирай мой волшебный промокод АДАМ, который подарит плюс 20% к пополнению. А также по этому промокоду крути колесу бонусов и лутай топовые призы. За каждое пополнение лутай галеоны у Алиуандера и обменивай их на халявные скины. Чем больше обменяешь, тем выше шанс на крутой скин, открывай ивентовые кейсы и помимо крутого дропа получай энергию для сражения с Валандемортом. А для тебя у меня есть промокодик на бесплатный кейс. Забирай и лутай крутой скинчик, выбирай факультет, наноси урон и возвышайся в топе, призы достанутся и тем и другим, но сильнейший факультет получит в разы больше голды. Выполняй задания ордена и покори топ, чем больше выполнишь заданий, тем больше голды получишь. Сейчас, между прочим, 10 миллионов пользователей на GG Stand-Off, поэтому участвуй в самом легком конкурсе на большое количество голды. Все в закрепленном комментарии. Если нам добавят новую коллекцию в магазин, которую можно открывать за голду и за коины, но она будет содержать не ножик, а скины на персонажей, то это будет очень круто. И как же они будут выглядеть? Вот, к примеру, первого персонажа Адама нам уже показали разработчики. На этой фотокарточке, поймем описание... Осужден за убийство, которое не совершал на 27 лет. Осуждаю! Вот и Адама осудили. Но, хе, он, кстати, мог выйти из тюрячки в любой удобный для него момент. По трейлеру мы видим, что дверь-то была не заперта. Короче, зря он там все 27 лет сидел. Мы видим новую модельку, которая будет в Stand-Off 2 на Зона 9 и Зона 5. И, возможно, еще на Зоне, которая будет для режима 1 на 1. Плюс нам покажут еще пару новых персонажей, Цезаря и Витька. Их будут переделывать с этих снимков, и, скорее всего, не очень сильно-то их и изменят. Мы видим тут 4 фотографии, но 2 из них очень схожи. Да и персонажа всего 3, а не 4 будет новых. По итогу наши три героя соберутся и опять ворвутся на новую обновленную Зону 9. Иииии... Опять сядет в тюрячку на 27 лет за киллы, которые никто не будет совершать. Эх, не жизнь, а сказка. Ну, 3 персонажа это очень мало, чтобы их добавить в новый кейс с боксом. Да и к тому же о боксе здесь вообще никакой речи. В нем будет пару недостижимых аркан и много задрыпанных скинчиков. А вот что помимо 3 персонажей за Т-сайд сторону можно добавить в новый кейсик? Правильно! Еще 3 персонажей за КТ-сторону. И если мы получим новую коллекцию за голду и койны в магазине, но там будет не новый ножик, а вот новые скины на персонажей, это будет очень круто. Буду честен, такое очень бы хотелось мне видеть, но по-моему разработчики добавят стандартный кейс и бокс. Нас на канале уже почти что 450 тысяч, только тебя, бро, не хватает, обязательно подписывайся, потому что я буду разыгрывать все свои ножи и перчатки. Подпишись, чтобы не пропустить такой крутой приз. С каждым обновлением в стенд оф 2 мы получали какую-то имбовую фишку, которой до этого не было, вот к примеру паттерны. Потом функцию рандомного скина в инвентаре, то есть если у тебя 5 ножей, то ты можешь поставить их сразу все. Потом переливающиеся наклейки и наклейки с блестками. Маркеры в самом геймплее, когда ты играешь, тоже можно ставить, это те обновления, которые сразу же приходят на ум. И по-любому разработчики в обновлении 0.28.0 добавят что-то еще. И я очень хочу, чтобы это были скины с новой редкостью, которая была спалена или просто так вкинуто, чтобы нас потроллить в шортсе по стенд оф 2. Также хотелось бы увидеть что-то интересное за коины, новое, дорогое. Обычный бокс с комонками и анкомонками, конечно же, тоже понравится игрокам, но это уже много раз было переварено, это старая штука. Я требую магазин коинов. Очень жду, чтобы разработчики его добавили. Бро, давай наберем на этом ролике хотя бы 10 тысяч лайков и они по-любому прислушаются к этой идее. Мы все очень стараемся своей активностью, чтобы до разработчиков дошла сама идея магазина коинов, поэтому обязательно поставь лайк. Новые перчатки будут, но не в ближайшем обновлении, не в обнове седьмого сезона. А вот новый нож и не один, это будет 100%. Но помимо нового донатного, игрокам хотелось бы еще увидеть один стандартный ножик. Вот если сейчас у тебя нету скина на нож, то ты пользуешься кабаром. А вот, к примеру, в кс2 есть аж целых два стандартных ножика. Затесает сторону и ктшников, и это капец как логично. Потому что, ну не может быть такого, что и первая, и вторая стороны пользуются всего одним и тем же ножиком. Хотя на одной стороне кучу эмок, а на другой стороне кучу калашей. И вот и тут разнобой должен быть в ножах, я так считаю. Сейчас в магазине стендоффа эту дырку при выходе обновления 0.28.0 в любом случае чем-то залатают. И да, это будут новые сундуки, но скорее всего с новой функцией доставания предметов. Возможно капсулы с гарантией, например, как тот же самый спин. Ты прокручиваешь раз 20 одно и то же колесико и 100% получаешь гарантированный приз. Либо старая система паззлов, которая тоже была в стендоффе. Возможно ее разработчики еще раз включат на постоянную основу в магаз. Например, скин на калаш или ножик будет стоить 150 паззлов. А ты каждый раз получаешь по 10, 15 или 25 штук. И по итогу залутав определенное количество, получишь также гарантированный приз. Может быть будут продавать вообще такой набор, который будет стоить определенное количество голды. Допустим, 10 тысяч, в который будет входить. Красный скин на основное оружие, на пистолет, ножик с перчатками тоже будут красными. Красная рамка и аватарка в таком же стиле. Ну что-то подобное, как допустим та же серия не было. Когда ты за определенную сумму покупал ножик, рамку, скин на АВМ и еще много чего. Потому что разработчики намекнули, что да, возможно будут кейсики с боксами. Но они будут в привычной нам форме. Обязательно скинь этот ролик своему другу, чтобы он его тоже посмотрел и знал все новое про обновление 0.28.0. А сам кликай по этому ролику. Из него ты узнаешь про новый магазин коинов, который вот-вот появится у нас в стенд-оффе. Или же как играть в КД-5 и всегда выигрывать абсолютно все катки. Кликай, переходи и смотри, это очень важно. Знай.